Время новостей на телеканале Север, в студии Алина Ваучейская. Здравствуйте! И вот о чем расскажем сегодня. В Ненецком округе зарегистрирован еще один случай заражения COVID-19. На этот раз заболевание подтверждено у работника терапевтического отделения Ненецкой окружной больницы. На момент выявления заболевания сотрудник работал в закрытом на карантин отделении. В Великовисочном муниципальном образовании подтоплено 50 придомовых территорий. При условии достижения уровня воды отметки 835 сантиметров будет введен режим чрезвычайной ситуации. Чтицы из Ненецкого округа стали лучшими на всероссийском конкурсе. Ребята получили высокую оценку профессионального жюри. Об этом и не только расскажем в ближайшие 20 минут. В Ненецком округе зарегистрирован новый случай заражения COVID-19 через контакт с ранее инфицированным пациентом. На этот раз заболевание подтверждено у работника терапевтического отделения Ненецкой окружной больницы, где 6 мая был выявлен пациент с новой коронавирусной инфекцией. На момент выявления заболевания сотрудник работал в закрытом на карантин отделении больницы. Об этом сообщили в Департаменте здравоохранения, труда и социальной защиты населения Ненецкого округа. По данным на утро 20 мая на территории Ненецкого округа лечение в стационарных и амбулаторных условиях проходит 52 человека с подтвержденным диагнозом COVID-19. В специализированных отделениях Ненецкой окружной больницы 13 человек с подтвержденным диагнозом новая коронавирусная инфекция. Амбулаторно на месторождении имени Титова Троя на Варандее 35. В Усинской центральной районной больнице продолжают проходить лечение пациент ранее эвакуированный с нефтяной промплощадки Варандей. На самоизоляции в домашних условиях в Нарьинмаре поселке Искателей находится 532 человека, в обсерваторе 12. Снято с контроля 648 человек за прошедшие сутки 14. Под наблюдением медиков на месторождениях находится 230 человек. 7 человек выздоровело. Всего с начала пандемии в Центре гигиены и эпидемиологии Ненецкого округа проведено 2349 исследований на коронавирус. 55 за последние сутки. В собрании депутатов Ненецкого округа состоялись публичные слушания об исполнении окружного бюджета за 2019 год. Отчет представила руководитель Департамента экономики и финансов Ненецкого округа Татьяна Лагвиненко. По ее словам, бюджет региона в 2019 году, несмотря на снижение цены на нефть, характеризуется ростом доходов и началом реализации новых инвестиционных проектов, а также продолжением строительства крупных объектов. Мария Даник продолжит тему. В 2019 году доходы бюджета Ненецкого округа составили около 23 миллиардов рублей, чуть меньше по расходам. Таким образом, бюджет был исполнен с профицитом. Его размер – 166 миллионов. Госдолг на 1 января текущего года составил 1 миллиард 600 миллионов рублей. Взвешенная долговая политика использования различных инструментов до финансирования дефицита и исполнения окружного бюджета с профицитом в течение ряда лет позволили в разы уменьшить государственный долг. По состоянию на 1 января прошлого года государственный долг составлял 2 миллиарда. По итогам исполнения профицитного бюджета за 2019 год государственный долг уменьшился на 400 миллионов рублей. А именно прошла плановая амортизация облигаций, выпущенных на общую сумму 2 миллиарда, означая, что Ненецкий автономный округ, как и митинг ценных бумаг, помимо купонных выплат, ежегодно погашает часть номинала облигаций. Кстати, на сегодняшний день госдолг погашен еще на 200 миллионов рублей. В своем выступлении главный финансист региона Татьяна Лагвиненко отметила, что одним из важных показателей, характеризующих бюджетную политику региона, являются относительные цифры по доходам и расходам из расчета на одного жителя. Так, в прошлом году бюджетные доходы на одного жителя региона составляли 520 тысяч рублей, расходы – 516 тысяч. В округе действует свыше 160 мер и видов социальной поддержки. Из них 95% – это региональные меры. В среднем на одного жителя округа приходится 66 тысяч рублей социальных выплат. В 2017 году было 62, в 2018 году было 63. И это только прямые перечисления бюджетных средств на поддержку населения. Косвенная поддержка оказывается через государственное регулирование коммунальных тарифов и субсидирование юридических лиц. В рамках реализации национальных проектов была продолжена работа с Федеральным центром по привлечению бюджетных средств. В 2019 году получено 3,5 млрд рублей из федерального бюджета. Из крупных статей можно отметить межбюджетные трансферты на финансовое обеспечение дорожной деятельности в сумме 2,074 млрд. Грант за достижение показателей деятельности органов неспланетной власти – 32 млрд. Субсидию на поддержку малого и среднего предпринимательства – 322 млрд. На развитие жилищного строительства – 283 млрд. На переселение из аварийного жилья – 181 млрд. Наказание медицинской помощи с применением авиации – 101 млрд. Субвенция на оплату жилищно-коммунальных услуг – 43 млн. На развитие агропромышленного комплекса – 39 млн. Другие межбюджетные трансферты. Спикер регионального парламента Александр Лутовинов также отметил о серьезной работе с Федеральным центром по привлечению в округ денежных средств. Мы всегда говорим о том, что мы рассчитываем на них, и когда 3,7 заявляем по плану, это очень серьезные, большие деньги, которые действительно помогают нам урегулировать те бюджетные заявки, которые мы вместе с вами реализуем. И поэтому, конечно, здесь надо стремиться к стопроцентному выполнению. В 2019 году реализовывались мероприятия в рамках 29 государственных программ. На их исполнение было направлено около 22,5 млрд. рублей. Из них 49% на развитие социальной сферы. Как отметила главный финансист округа Татьяна Лагвиненко, с высоким уровнем эффективности реализованы всего 8 госпрограмм. Депутат окружного собрания Наталья Кордакова предложила рассмотреть вопрос о сокращении количества госпрограмм. Мы считаем, что необходимо продолжить работу по нашим программам, которые были 29 программ в 2019 году. И у нас, как Татьяна Павловна отметила, что бюджет носит программный характер и составляет 89,7%. Но следует отметить, что 5 программ у нас неудовлетворительных. И это, конечно же, не совсем хороший показатель, о чём тоже сказали здесь уже. Поэтому необходимо проводить сокращение. Мы считаем, что необходимо проводить сокращение количества этих программ и повышение их эффективности. Со всеми предложенными рекомендациями можно будет ознакомиться позднее на официальном сайте собрания депутатов Ненецкого округа. Мария Даник, Владислав Носкин, Владислав Ткачёв, Телеканал Север. Продолжение выпуска. Обзор ледовой обстановки. По информации Северного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, на Печоре льдоход заканчивается. В связи с прохождением высокой половодной волны на реке отмечаются разливы на пойме у населённого пункта Великовисочное. По состоянию на 14 часов текущего дня в трёх населённых пунктах Ненецкого округа, в Великовисочном, Лабожском и Тошвиске подтоплено 50 придомовых территорий. Об этом в телефонном интервью нашему телеканалу рассказала глава Великовисочного сельсовета Татьяна Жданова. В настоящее время в муниципальном образовании введён режим повышенной готовности. При условии достижения уровня воды отметки 835 см будет введён режим чрезвычайной ситуации. В настоящее время отселение людей с подтопленных территорий не требуется. По данным гидрологического бюллетеня, на 16 часов текущего дня в Великовисочном уровень воды вырос на 6 см и составил 810 см при критической отметке 735 см. В Оксино вода прибыла на 3 см, её уровень составляет 681 см. В Харутино – отзвей редкий ледоход. Уровень воды – 778 см плюс 18 см. В Харивере уровень воды увеличился до 831 см. Редкий ледоход. В Нарьинмаре – 480 см плюс 2 см чисто. Заканчивается формирование максимальных уровней воды первого пика весеннего половодья в нижнем течении рек Колова, Уса и на Нижней Печоре. Наступление максимальных уровней воды на реке Печоре на участке Усть-Уса-Йормица ожидается 20-22 мая. По Оксино – 22 мая на отметке 730 см. По Нарьинмару – 22-23 мая на отметке 550 см. В связи с прохождением высокой половодной волны на реке Печора ожидаются разливы на пойме у населенных пунктов Тошвиска и Великовисочная. Традиционно по большой воде в населенные пункты Заполярного района начинается поставка топливно-энергетических ресурсов, необходимых для обеспечения жизнедеятельности населения. Первые партии угля и дров готовы к погрузке на боржи в порту Печора. Об этом сообщили в муниципальном предприятии Заполярного района «Севержилкомсервис» со ссылкой на поставщика топлива Ненецкую нефтяную компанию. По железной дороге в речной порт города Печора Республике Коми доставлено 420 кубометров дров. Они готовы к погрузке на баржи и отправке по Печоре и малым рекам Адзива и Колова в Харивер, Харату, Челина и Пылемец. Остальной объем дров – более 3000 кубометров, которые требуется поставить в населенные пункты Нижнепечорья, также будет доставлен из столицы Поморья. В порту Печора готовы к погрузке на речные баржи свыше 4500 тонн каменного угля. Еще более 5500 тонн угля находятся в пути из Кемеровской области. Как сообщает прислужба администрации Заполярного района, перевозки топлива по морскому направлению стартуют традиционно чуть позже, чем по речному. Летняя речная навигация на Печоре стартует 25-26 мая. К ее началу в Северной транспортной компании все готово, остаются лишь небольшие покрасочные работы и спуск судов на воду. В этом году совершать рейсы по Печоре будут маломерные суда ЗР-1 и ЗР-2, а также Виктор Безумов и новичок Алексей Калинин. В резерве будут находиться воздушные подушки, которые сейчас в межнавигационный период задействованы на перевозке пассажиров по селу Менецкого округа. Судно на воздушной подушке «Полярник» завершило свою утреннюю поездку из Красного в Нарьинмар. Рейс организован Северной транспортной компанией в межнавигационный период. По словам капитана «Полярника» Ивана Кононова, маршрут ничем не отличается от других. Единственная сложность – причалить в населенном пункте. В поселке Красном места подхода судов нет его практически. Вот в этом единственная сложность. Это проблема не только Красного, есть и Великовисочная проблема. Но это всегда или только в период межсезонья? Нет, в период межсезонья. Вода потом будет снижаться, и там будет место подъезда. К навигации судна прошло техническое перевооружение. Установлены два мощных двигателя по 200 лошадиных сил каждый, а следовательно увеличена скорость до 45 км в час. Вместе с этим цена на перевозку снижена. Несмотря на это, загруженность подушки небольшая – от 6 до 10 человек. Основной поток пассажиров впереди. С 25-26 мая Северная транспортная компания начнет осуществлять рейсы на маломерных судах по традиционным маршрутам – вверх и вниз по Печоре, а также до Тельвиске. Ценовая политика в этом году не изменилась, прежними остались и льготы. Кроме того, перевозчик вводит и коммерческий маршрут до Республики Коми. «Это направление, скажем так, возобновляемое. Его как-то в 2016 году оно уже было. Его сейчас как бы возобновляем и будем перевозить пассажиров по данному маршруту. Это будет чисто коммерческий наш маршрут. Он не субсидируется чисто под нашу прибыль. Потому что мы перевезем количество пассажиров». В Усцельму будет курсировать комфортабельный катер под названием «Виктор Безумов». Его скорость – до 60 км в час, а вместимость – 18 человек. Стоимость поездки в одну сторону составит около 5000 рублей. Ещё один скоростной катер – он же новичок в семье Северной транспортной компании Алексей Калинин. На Ринмар его доставили поздней осенью. Впереди – получение всех необходимых документов и в путь. Алексей Калинин с июля планирует совершать дневной рейс до Тошвицки. «Что самое неваловажное на это судно, почему именно водомётный катер, то, что у нас берегая все, куда мы подходим, они не оборудованы. Соответственно, это судно мелкосидящее, оно не боится милей. Также оно не боится сетей, которые у нас по дороге. Бывает, браконьеры кинули. Вот если на винт намотаешь, то это большая проблема – оттуда эту сетку вытащить. Надо поднимать судно, буксировать его, поднимать кормовую часть, срезать. Это всё очень долгое. То этому судну не брёвна, не различная трава, никакие сети ему не страшны». Оборудовать причал предстоит и в Нарьинмаре. После того, как уровень воды спадёт до необходимых отметок, Северная транспортная компания смонтирует мостовые, ведущие катерам. Мария Даник, Антон Водряков, Телеканал «Север». Сразу несколько призовых мест. В престижном конкурсе «Российский берег. Победный май» завоевали чтецы из Нарьинмара. Лучших выявляли в онлайн-формате. Ребята получили высокую оценку профессионального жюри. Для талантов нет ограничений, и в этом убедилась наша съёмочная группа. Слово Любови Пермяковой. «Ведь вновь меня не подвела. Ты пахнешь детством. Розовое мыло. Как позабыть об этом я могла?» Молодой специалист этнокультурного центра Полина Валей декламирует стихотворение «Розовое мыло» Ольги Фокиной. Это история о женщине, которая находит кусочек мыла, напомнившей события её военного детства. Прочтение именно этого произведения принесло девушке победу в конкурсе «Российский берег. Победный май». Его мне подобрала Светлана Игнатьевна. Ещё в прошлом году, в преддверии 75-летия юбилейного года Великой Отечественной войны, она предлагала мне стихотворение по этой тематике, чтобы потом можно было выступать на мероприятиях. Но так как мероприятий по итогу из-за ситуации не возникло, мы решили, что на конкурсах правильно по стихотворению. Среди участников номинации «Художественное слово» лучшим стал и Артём Долгобородов. Молодой талантливый житель Наринмара обрёл известность благодаря выступлению в программе «Синяя птица» на телеканале «Россия-1». Также он выступал на Красной площади в суперфинале конкурса «Живая классика». Серебро в номинации «Чтецов» взяли сразу трое ребят из Ненецкого округа. Среди них Александр Найда. Произведение у нас было уже готово к этому моменту, потому что мы его представляли в телевизоре на конкурсе. Это победное произведение, в том плане, что с ним мы заняли первое место. И это Михаил Светлов, произведение «Итальянец». В зависимости от настроения, которое ты рассказываешь, ты можешь изменить сам посыл этого произведения. В нём рассказывается о солдате, советском солдате, который убил молодого парня. Высокие оценки жюри на конкурсе «Российские берега. Победный май» ребята получили благодаря таланту и, конечно, тщательной подготовке. Занималась чтецами руководитель театра-студии «Остров» этнокультурного центра Светлана Горностай. Во-первых, это даёт, естественно, копилка ещё и в портфолио получается, грамота, да, вот, хорошего уровня. Это первое. А второе, что всегда есть к чему стремиться. Они же сами помогают. То есть, что-то я там предлагаю, да, они сами смотрят, сами выбирают. То есть, это личностный рост и это, естественно, уровень их интеллекта. Кроме того, в номинации «Вокальное искусство» лауреатом второй степени стала Галина Дуркина, руководитель Телевисочного социально-культурного центра «Престиж». Международный онлайн-конкурс «Российский берег. Победный май», посвящённый 75-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, был организован в рамках национального проекта «Культура». В нём участвовали профессиональные и любительские коллективы исполнителей из разных регионов России, стран ближнего и дальнего зарубежья. Любовь Пермякова, Владислав Ткачёв, Телеканал «Север». В Нарьинмаре открылся спортивный стадион детско-юношеского центра «Лидер». Он работает с 6 утра до 9 вечера. Вход осуществляется через большие ворота со стороны так называемого «Титаника». При посещении стадиона необходимо помнить о мерах безопасности. Раздевалки стадиона временно не работают, ношение масок на стадионе не предусмотрено. Однако необходимо соблюдать социальную дистанцию полтора метра и меры личной гигиены. Проведение культурно-массовых мероприятий в ближайшее время на спорт-объекте не планируется. Большинство согласится с тем, что немножко самоизоляция с карантина подустали все. Особенно это оказалось на физической форме спортсменов. Что касается нашего стадиона, мы его за это время подготовили. За время, пока был доступ туда закрыт, и вот сейчас готовы принимать всех желающих заниматься с 6 утра до 9 вечера. Мы подготовили и поля, баскетбольные, футбольные, дорожка готова уже. И практически там осталось совсем последние штрихи по нашему гимнастическому уголку. Напомню, спортивный стадион «Лидер» был закрыт для посещения в связи с запретом на проведение массовых физкультурно-спортивных, туристических, развлекательных, рекламных и иных мероприятий, установленных постановлением о введении режима повышенной готовности. На этом у меня все. Далее смотрите прогноз погоды. Спонсор выпуска прогноза погоды – компания «Полар Транс». Я же на этом с вами прощаюсь. Всего вам доброго, берегите себя и своих близких, и будьте здоровы! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова